доброго времени суток друзья как вы можете заметить сегодня у нас будет новый обзор на новый проект проект называется родос расположенный на базе арма 3 ну и находится он на карте altis проект вот только-только открылся но абсолютно новым его назвать тяжело он уже был в онлайне и существовал какое-то время и года два назад наверное я делал на него обзор аж в четыре серии надо отметить забавное приветствие ну вот мы зашли в игру мы видим перед нами открывается карта и вот сейчас в левом верхнем углу вы видите то что было раньше на родосе когда я еще делал первый обзор на него невооруженным взглядом видно да что переработано абсолютно все и карты иконки и менюшка переработана абсолютно все но надо также отметить что это старая карта тоже не была в стоковом состоянии она была изменена и на том на старом родосе там были изменены иконки надписи место местоположение точек и вот как мы видим появляемся в аэропорту но на старом родосе мы появлялись сразу же в кавале стандартном для этой сборки месте ну и несмотря на то что появился я ночью сразу же бросается в глаза переделка этой карты очень много дополнительной зелени есть добавленные объекты ну и конечно же вот рекламные плакатики ну раз уж мы здесь недалеко давайте посмотрим сразу же и на сумму которую дается здесь в качестве подъемных ну и надо заметить что менюшка тоже нестандартная банкомате ну а в качестве подъемных как мы видим дается всего 500 долларов много это или мало но пока судить рано мы еще ничего не видели никаких цен ну и никакого транспорта ничего поэтому давайте снимем то что нам предлагается и пойдемте уже отправимся в путешествие ну а начиная наше путешествие надо отметить что все необходимые магазины расставлены прямо здесь в аэропорту все что нужно для новичка все можно приобрести здесь сами магазины выглядит вот так но к этому объекту вот к этому магазинчику есть у меня ряд каких-то вопросов а именно вопросов по их функциональности в качестве объекта они прогружаются в самый последний момент далее я вам это покажу но вот то что представлено магазине как мы видим удочка не могу сказать что я видел что-то подобное на других проектах в gta такое сплошь и рядом продаются удочки и рыболовство там развито в армии 3 наверное я первый раз это вижу и еще заметьте объекты можно крутить любой объект будь то бинокль или еще что-либо все можно крутить и к сожалению у некоторых объектов нету модельки они выглядят как-то странно вот как это например что это такое но если говорить в целом то магазинчик выполнен прикольно как видите все вот топор или там кирка все можно покрутить повертеть это здорово это интересно ну давайте обратимся в соседний отдел и что мы видим здесь а это магазин продовольствия и тут у меня тоже кстати есть вопросик один но вода понятно вода продается все здорово а вот по питанию кроме яблок здесь но яблоки персики здесь больше ничего нету как мы уже привыкли там тактический бекон или там но еще что то здесь нет ничего подобного только яблоки и персики странное решение но скажу сразу что на заправке я нашел еще халву халва пополняет здоровье гораздо больше чем вот эти яблоки или персики ну вот тут я не понял то ли еще забыли чего-то добавить то ли какой то здесь какая то вернее здесь крафтовая система где надо покупать еду или самому добывать еду я не особо в этом разобрался но пришлось накупить себе кучу яблок ну а что касаемо самой менюшки то она выполнена приятненько так симпатично не надоедливо но мы закупились и нам надо покидать от магазинчик и вот тут следующий момент который мне не очень понравился с первых шагов на этом проекте а именно вот смотрите мы открываем карту отмечаем себе магазин видите написано да магазин бы в автомобиле ставим туда метку визуально находим эту метку и двигаемся к ней и заметьте метка пропадает метка пропала а вот проблема с магазинами магазин исчез магазин появился магазина сейчас магазин появился и данная проблема касается только именно вот этой вот модельки магазина со всеми остальными объектами все нормально. Они прорисовываются в нужное время. И вот эта вот тема с исчезающей меткой, мне тоже особо непонятно. Зачем это сделано? Ради чего это сделано? Если автор это сделал в угоду реализму, я скажу вам, это чушь. Ну вот, магазинчик БУ техники. И как мы можем заметить, представлено здесь всего 5 автомобилей. Ну, один мотоцикл и 4 автомобиля. Все они, конечно же, рухлядь полная. Старенькие модельки. Ну, выполнено это вот так. Для БУ автомобилей, мне кажется, этого количества вполне достаточно. Но нам по карману, как вы видите, только вот эта мотоциклетка. Но как выполнен магазин, в принципе, вы видите. Техника вся стоит на автовращении. Все это происходит на фоне неба. Ну, сейчас ночь, поэтому на фоне ночного неба. Мне такой вариант магазина на самом деле не нравится. Ну, сделано как сделано, в общем-то. Выдвигаемся дальше. И следующий на очереди у нас магазин. Это магазин одежды. Кстати, вот сами модели магазинов мне нравятся. Они сделаны прикольно. Почему они прогружаются так печально, непонятно. И вот как выполнен магазин одежды. И вот тут мне, кстати, очень все понравилось. Посмотрите, как крупно представлен персонаж. То есть, не надо рассматривать, что там на нем надето. Все очень крупно, подсвечивается. Выполнен магазин прикольно. Мне понравилось. Давайте быстренько посмотрим, что здесь есть. А есть тут, как мы видим, огромное количество одежды. Но, к сожалению, одежда вся более или менее стандартная. Есть несколько костюмов или нарядов, которые там, ну, на которые можно обратить внимание. Мне вот понравились строгие костюмы. Ну, я их уже видел. Но они добавлены и здесь. И несколько интересных раскрасок. Но в основном все стандартное. Шорты, майки, все как и везде, в общем-то. Но когда вы начинаете выбирать, например, те же шапки или аксессуары, персонаж еще больше увеличивается. То есть, вы можете рассмотреть то, что вы покупаете. Какие-то там шапки или может быть очки, которые здесь тоже представлены. В более крупном виде. Вот этот момент мне очень понравился. Не знаю, почему не делается так везде. Но это же гораздо интереснее. Да, вот видите, мы видим шапки все, ну, очень-очень близко. Также все аксессуары, очки. Да, их не очень много. И они такие более однообразные, что ли. Но мы можем рассмотреть их очень-очень близко. Это, ну, замечательное решение. Не часто я такого видел. Но вот здесь такое есть. Видите, есть даже какой-то дождевик. Также можно рассмотреть и рюкзаки. Тоже все очень близко, все доступно. К сожалению, как и везде, невозможно понять, какой рюкзак надо покупать. Я взял какой-то не самый дешевый, черненький, маленький. Но оказалось, опять я опрофанился. Ну, а выйдя из магазина, я еще раз протестировал. Как видите, вдали здания все прорисовываются. Не прорисовываются только вот эти вот магазинчики, которые находятся здесь. Вернее, именно вот эти вот модели, вот этих вот магазинов. Они не прорисовываются. Все же объекты вдали, которые стандартные или более-менее нестандартные, они прорисовываются. Этот же магазин, ну, никак не прорисовывается. Ну, да, в общем-то, и бог с ним. Нам надо выдвигаться отсюда в сторону ковалы. Для этого надо зайти обратно в магазин БУ техники и приобрести вот эту вот моциклетку. Что мы сейчас и делаем. Ну, и в нескольких своих обзорах я уже говорил, что я ненавижу мототехнику в армии. Просто по той простой причине, что даже и механики-то вождения двухколесной техники в армии изначально не было. И, скорее всего, никогда и не будет. Поэтому это все добавлено. И вот еще один момент. Хрен найдешь, где включается. Вот, открылся, вернее, моциклетка. И это проблема не только с этой моциклеткой. Здесь еще есть проблемы с открыванием техники. Ну, а вот как это выглядит. Вот такой вот расколбас начинается. Как я и сказал, нету механики вождения двухколесной техники в армии. Поэтому это вот такая вот дурацкая раскачка. Да и положение самого наездника тоже оставляет желать лучше. В общем, не нравится мне мототехника в армии. Ну, да ладно. Пора отсюда отправляться. И вот тут при выезде с аэропорта сразу же бросается в глаза то, что нету стандартных текстур алтийских. Заметьте, все заменено. Вся эта трава принадлежит острову Тонова. То есть здесь нет вот этих желтых растений, которые стоят, растут, вернее, на просторах алтиса. Здесь все заменено. Полностью весь остров заменен. Все текстуры острова заменены. Также заменены и дороги. Заметьте, ни на обочинах, ни, если посмотреть вдаль, нету той самой алтийской желтизны. Все зелено. Все кругом зелено. И более того, не только все кругом зелено, а еще и автор убрал всю разруху, которая была на карте. Сараи, недостроенные здания, разрушенные здания, помойку. Все, все вычистил. И за счет этого, несмотря на то, что карта эта, казалось бы, знакомая каждому игроку, она абсолютно неузнаваемая. Она стала чистая, вылизанная. И даже те объекты, которые не подверглись демонтажу, все равно выглядят чистенькими, аккуратненькими. И все равно с каждым объектом, который остался еще на карте, автор все равно поработал. Чего-то добавил, что-то убрал. А вот замененное дорожное полотно мне, например, не понравилось. Если вот эти второстепенные дороги еще более-менее симпатичные, то основная федеральная трасса очень и очень размыленная. Как видите, вот вдаль, если смотреть, она размыливается. Может быть это сделано в угоду оптимизации, не знаю. Но выглядит это не очень красиво. И особо я не понимаю, зачем было менять полотно. Старое алтийское полотно в принципе выглядело тоже очень и очень неплохо. И вот обратите внимание на домики. Казалось бы, это обычные домики, но у каждого домика что-то автор сделал, что-то убрал, что-то озеленил, что-то облагородил. Они, казалось бы, обычные, но выглядят, блин, как-то необычно. Как-то слишком чисто. Блин, я не знаю, ну здорово. Вот это действительно здорово. Ну и вот мы уже подъезжаем к моему любимому блокпосту. И надо сказать, что здесь автор пошел на уступки. И он изменил. Раньше на Родосе стоял обычный, такой похожий на тюрьму, блокпост. Да, вышки остались. Бесполезные, ненужные вышки остались. Но посмотрите, какое теперь у них здание полиции. Не могу вспомнить, видел ли я что-нибудь подобное. Замечательно красивое здание. Теперь уже много зелени и не так много заборов. Ну практически вообще нет заборов. Вокруг все прозрачно, легко дышится. Замечательно. Вот это уже лучше, чем то, что было раньше на этом же проекте. Красивое здание, все вокруг красиво, не военизировано, не агрессивное. Ну какие-то остались, видите, маленькие шманделочки заборов. Но это, наверное, все-таки рука уже не поднялась, убрать заборы полностью. Ну а в целом мне очень понравилось. Замечательно сделано. Вот видим, стоит будка дежурного. Ну все красиво и все более-менее уже приближено к реализму. Ну и как вы понимаете, мы потихоньку приближаемся к ковале. Да, эта красота вокруг, конечно, удивляет. Но удивляет и также то, что значение количества FPS у меня тоже нещадно уходит. И чем ближе я к центру ковалы, тем меньше и меньше FPS. В чем же проблема? Вот что хочется узнать. Почему так нагружается сервер и нагружается процессор? Переделано, как вы видите, все. Абсолютно все. Ковала неузнаваемая. И сейчас я вам это покажу. Я остановился где-то в центре ковалы. Где именно? Понятия не имею. Ковала переделана полностью. Она неузнаваемая. Понять где-то... Да сдохни ты, сволок! Как меня достал этот мотоцикл, блин? Короче, его не закрыть. Пусть стоит здесь, катайтесь кто хочет, блин. Ну, а ковалы выглядит примерно вот так. Перелопачено абсолютно все. От той ковалы, которую мы привыкли видеть на большинстве проектов, не осталось ровным счетом ничего. Дороги, покрытия, заборы, дома. Все, 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 все добавлено, все перелопачено. И тут я еще не раз вспомню добрым словом автора, который убрал метку. Как ориентироваться на местности, которую ты видишь первый раз, но абсолютно непонятно. Но тут же я должен сказать, что смесь алтийской и тонуанской природы тех зданий и этих зданий дает просто в результате какое-то термоядерное ощущение. Ты вроде как все это должен знать, но видишь это все впервые. Ты должен ориентироваться, но ни хрена непонятно, где что находится. Обалденное ощущение. На самом деле, всем рекомендую, зайдите, попробуйте. Ну а мы пока с вами сделаем ряд несложных манипуляций, посмотрим лицензии и тому подобное, заодно будем ориентироваться в ценах. И обратите внимание, подходим взаимодействуем с аппаратом и менюшка не выскакивает. Менюшка находится слева. Видите, слева вверху. И казалось бы, прикольно, да? Но блин, очень мелко, ни хрена не видно. Если играете на ноутбуке, будет проблематично прочитать, что там написано. Ну а в целом, цены меня порадовали. Цены небольшие, единственное, почему-то лицензия на торговлю топливом стоит каких-то запредельных денег. Ну а в остальном, в общем-то, все доступно, как видите. Ну а далее, давайте пройдем в полицейское управление и там посмотрим на еще одну интересную фишку этого проекта. Ну и само здание тоже мне очень понравилось, красивое, не воинственное, как это везде бывает. Такое, цивилизованное, в общем, здание, приятные наружности. Давайте зайдем, посмотрим. Вот здесь стоит такой вот аппаратик. Подходим к нему, взаимодействуем и здесь нужно заполнить заявление. Вот таким вот образом выглядит бланк. Очень тоже красиво сделано, симпатичненько. Геральдика, как видите, присутствует. Здесь в графах заполняем свои данные. Вот честно скажу, не знаю, насколько надо точно заполнять данные. Я написал так, как у меня написано в моем аккаунте. Алекс Нортом. То есть я под этим ником сюда зашел и так же я здесь и написал. Дальше вписываем свои даты, там придуманные, какие вы хотите. Ну и все, в общем-то, в конце соглашаемся. И все, вы зарегистрированы на этом острове. Теперь у вас есть ID карта. Ну и теперь уже можно где-то работать. Ну а далее, как я обещал, покажу вам общую панораму кавала, чтобы вы понимали, насколько здесь все переделано и перелопачено. Насколько неузнаваемая теперь стала кавала. К сожалению, видимо, с переработкой и пришли вот эти вот лаги и небольшие фризы. И падение FPS ничем я больше оправдать не могу. Но это дань, которую надо платить за ту красоту, которую мы сейчас видим на своих экранах. А мы видим, что кавала просто неузнаваемая. Мало того, я не могу ориентироваться в ней. Я не понимаю, где я нахожусь, что это за здание, куда мне надо идти. Она абсолютно не похожа ни на один из проектов, который я когда-либо обозревал. Если когда-то показывал, что центр кавала, как это обычно делан, переделан, есть проекты, на которых я показывал, что очень много наговоромождено, но здесь просто все переделано. Вот все досконально. И надо отдать должное автору. Вы представляете, какая титаническая работа была произведена на карте. Заменено все. Текстуры, здания, все-все-все. Чистота и аккуратность улиц Ковалы просто поражают. Действительно поражают. Такого я еще не видел. Очень красиво, очень чисто. К сожалению, к сожалению, нету достаточного количества FPS. Ну а так как магазины не находятся в одном месте, а они разбросаны по всему городу, поэтому ходить приходится очень много. И вот, как мы видим, ряд магазинов вынесены сюда, вот на побережье, рядом с пляжем. Кстати, прикольное место. Мне оно очень нравится. Ну а я тем временем сел в центре Ковалы, где-то в центре Ковалы, чтобы подождать, пока мне придет трудовое пособие моем, потому что денежков уже чего-то ни на что не хватает. И смотрите, здесь по всему городу стоят светофоры, рабочие светофоры, и вот едет полицейская машина. Смотрите, остановится или нет? Остановился. Здесь полицейские не нарушают правила. И, кстати, здесь многие не нарушают правила, ну, по крайней мере, в городе. Все соблюдают правила, ездят по светофорам, а знаков и светофоров здесь не один-два, они здесь по всему городу расположены. Поэтому ездить надо аккуратно, и полиция, кстати, за этим очень сильно наблюдает. Ну, а я продолжал сидеть, ждать, когда мое пособие мне придет. Пособие приходит по 100 долларов, каждые, по-моему, 15 минут. Ну, если мнение не изменяет память. И тут появился добрый человек. Я так предполагаю, что этот человек из администрации. Смотри, пойди вон туда, получи документы. Я уже сходил, поэтому у меня деньги -то и кончились. Я купил лицензию пилота, водителя, и пошел анкету заполнил. Там все по сотке стоит. Вот они у меня потихоньку-потихоньку кончились. Я понял. Тогда сгоняй, короче, купи себе микроавтобус в этом. А, ты не сможешь. Тебе нужно поехать на КПП. Вон, полицейские, им все равно скучно. Можешь обратиться, они тебя довезут до КПП, скажи, там, хочу право получить на грузовик. Сдашь экзамен. Сейчас, секунду, я попрошу. Сэр, или вы занятыся, да? Ну вот. В общем, смотри, сейчас тебя полицейские отвезут, там, объяснит, что, как, получи права на грузовик. Потом можешь поехать на, где грузовики продаются, и купи себе, там, 10 штук стоит этот Vita автобус, микроавтобус, там, 200 слотов, тебе для старта вполне достаточно. Вот, блин, какая счастливая скамейка, не зря присел отдохнуть. Давай, удачи. Давай, спасибо. Конечно. Проездим. Здравствуйте, стар. Здравствуйте. Посаживайтесь. Ага, сейчас, сейчас. А вы как-то по районам работаете, или на всем острове? Нет, по районам. А, это грамотно. Допустим, я дальше от Иры, и все, что дальше не и и доза, и перегасы, я не влезаю, поскольку это штат уже шериф. А, права надо сдавать, ну, как бы, вот так, прямо сдавать, сдавать, или можно просто купить эту лицензию? Вы будете проходить билеты в электронном виде. Всего вопросов 10 будет. Только теория, или еще и практика будет? Теория. Угу. Ну, и вот таким вот образом офицер довез меня до того самого полицейского блокпоста с таким вот шикарным зданием, которого я, в общем-то, по-моему, не видел больше ни на одном проекте. Здесь-то и надо сдавать экзамен. Экзамен, к сожалению, пока только на категорию С. категория B покупается просто как обычная лицензия. Поэтому подходим вот к этому аппаратику и взаимодействуем. Далее идет краткая инструкция, вам объясняют, сколько можно допустить ошибок, сколько будет вопросов, как надо отвечать и тому подобное. В общем-то, это все просматриваем, соглашаться ничем не надо, это все идет на автомате. Ну, и дальше начинаются уже вопросы. Вопросы, надо сказать, странные. И вот этот первый вопрос ввел меня в заблуждение. Я вот даже на стадии монтажа не могу понять, что от меня требуется. Что это за вопрос? Что показано на картинке? И что хотят, чтобы я ответил? Абсолютно непонятно. Такие вопросы здесь еще будут попадаться. Тоже не особо понятны. Но в принципе, в принципе, ответить можно. И, как видите, я с этим, в принципе, справился. Хотя, сколько ошибок я допустил, сейчас уже не помню. Но в конце этого теста выскакивает табличка, говорящая, сколько вы допустили ошибок. И еще здесь идет таймер. В отличие от реальности, где вас никто не подгоняет, или, например, от того же острова Эволюша, где есть подобная схема сдачи экзаменов, тоже вас никто не гонит. Здесь же нет. Здесь стоит таймер, который, ну, не очень сильно, но все же таки тебя напрягает. Особенно, когда вопросы не очень понятны. Вопросы, я не знаю, откуда взяты, но если даже эти вопросы взяты из книжки по правилам дорожного движения, то они слегка перефразеологированы, как-то так, наверное, можно сказать. В общем, если говорить по-простому, то вопросы упрощены, но не в сторону сдающего. Не всегда понятно, что от тебя требуется. Но, как я уже и говорил, в принципе, сдать можно. Если еще у вас под рукой есть телефончик, то, наверное, он вам может как-то помочь. Хотя, в этом случае, ну, не особо телефон вам будет в помощь, потому что вопросы все-таки какие-то, ну, странные, так скажем. Ну, и, как видите, я все-таки сдал. Сдал и получил эту лицензию категории С. Теперь я могу покупать грузовик. Ну, а для этого, как вы понимаете, надо проследовать в магазин грузовиков. В чем мне очень любезно помог вот этот вот офицер, который, в общем-то, меня сюда и привез. Кстати, мне очень понравилась эта моделька машины. Посмотрите, какая красота. Здорово сделана. Прорисовка, матовый цвет. Красиво. Ну, в общем, мы с этим офицером отправляемся в магазин грузовиков. По совету того человечка, который мне дал денежков и посоветовал сюда поехать сдать на права, я отправляюсь покупать автомобиль Mercedes Vita, который, по его словам, стоит 10 тысяч. Ну, об этом всем я расскажу вам в следующей серии этого обзора. Ну, а на этом у меня все. Спасибо всем, кто посмотрел. Увидимся в следующем видео. Оно вот открыто.